Итак, заканчиваем перекур и приветствуем Звиан Хардава, Google-звездный эксперт в области IoT, GDG Москва. Сейчас расскажет вам про Physical Web и про Beacon. Звиан? Да. А, скажи пару слов приветствовать. Покажи себя. Так, сейчас подожди. Всем привет, Нижний Новгород. Саша, привет, спасибо, что представил. Меня зовут Звиан, я являюсь Google-звездным экспертом в области интернета вещей. И одна из тем, про которые я хочу рассказать, это вот Physical Web. Сейчас я включу слайды, быстренько расскажу сначала, что это как-то работает, потом чуть более техническую информацию расскажу. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них в конце отвечу. И... Видимо, слайды. Супер. Супер. Значит, Physical Web. Слоганом Physical Web является «Walk up and use anything». Как вы уже могли догадаться, это какая-то штука для интернета вещей, и если мы представим интернет вещей и окружающую нас среду такой, какая она есть сегодня, то в большинстве случаев для взаимодействия с какими-то умными вещами или умными сервисами у нас есть какое-то отдельное приложение. То есть для каждого сервиса, для каждого умного устройства у нас есть свое отдельное приложение. Но умных вещей становится больше, особенно многих становится в инфраструктуре вокруг нас. То есть в городах появляются какие-то умные остановки, умные сервисы, там всевозможные парковки и так далее, и так далее. И в наших домах в том числе появляются умные телевизоры, холодильники, и это просто реальность. Но если мы верим во всем известный закон Мура, то количество устройств будет неуклонно расти. Сами устройства будут становиться меньше и дешевле, что позволит нам больше устройств делать умными. То есть количество сервисов, которые у нас окружают, будет неуклонно расти. И тот подход, который у нас есть сейчас, используя для всего приложение, не совсем годится для таких целей. Поставить приложение для всего – это какая-то такая нереальная задача, и вот лично я сам вообще не очень люблю ставить приложение. Что же такое физико-лог? Давайте представим мир несколько другим. То есть представьте, что у нас есть автобусная остановка, которая может нам сказать, когда придет ближайший автобус. А зайдя в автобус, мы могли бы себе выбрать остановку, и автобус бы нам сказал за одну или две остановки, что нам пора уходить. И все это без приложения. Служба такси бы нам сказала что-то о водителе или о самом такси, то есть аренда машины. Или вы могли бы взять что-то такое и сделать со своей машиной, чтобы она сама транслировала информацию о том, что она продается. Представьте, что вы можете подойти к торговому автомату и не уговаривать его принимать мятые культуры. Вы можете просто взять телефон без какого-то специального приложения, купить, что вы хотите, и пойти дальше. Или вы можете найти там котеночка-собаку, в ошейне которого он скажет о том, что он потерялся и нужно сообщить хозяину. Выглядит несколько фантастично, но на самом деле это уже есть. Эта штука называется Physical Web Service. И сейчас я расскажу о том, как это работает. Physical Web Service это своего рода такая служба обнаружения. То есть она обнаруживает умные устройства вокруг нас. Как устройства могут нам сказать о том, что у них есть какая-то информация для нас? Ну, на данный момент есть несколько вариантов, а один из них это с помощью Bluetooth. С помощью Bluetooth Low Energy устройства могут, скажем, метров на 30, 40 или 50 транслировать какую-то информацию. Информацию они транслируют по средствам URL. Почему URL? URL – это такая простая штука, которую мы можем просто понять, распартировать, куда-то перейти, предоставить какой-то сервис, какое-то приложение, человеку показать без установки. Соответственно, наш телефон ловит URL, делает такое представление, не знаю, мышку видно или нет. То есть феншит какие-то данные, title, description и иконочку какого-то сервиса. Как это происходит? На заднем фоне у нас есть такая прокси, которая называется Physical Web Service. То есть она берет URL, отправляет их куда-то в облако, проверяет ссылки на валидность, о том, что ссылки не содержат неправильных редиректов, то, что ссылки не биты и так далее, и так далее. Плюс там есть некоторые механизмы, которые позволяют выявить вредоносные ссылки. Вот, если наша ссылка прошла в север, в севере группы Ада, то она нам возвращается в виде вот такого представления на телефоне, там несколько сроков описания, title и, соответственно, иконочка. Суть вествия в том, что мы можем просто взять телефон, увидеть умное устройство вокруг нас, тапнуть по ним, то есть нажать на то, что мы хотим и начать взаимодействовать. Для этого вам не нужно ставить никаких дополнительных приложений на телефон. Это на самом деле просто потрясающе. Есть несколько сценариев, как с этим можно взаимодействовать. Самый простой сценарий – это Classical Web. Это тот самый пример с автобусной остановкой. Когда автобусная остановка просто вам говорит о том, что у нее есть какая-то информация. Вы получили ссылку на страницу расписания, перешли и видите расписание автобуса. Все. Это самый простой вариант. Второй вариант взаимодействия – это Cloud Platform. Когда у нас есть какое-то умное устройство, которое с помощью веб-сокетов может быть связано с интернетом. Представьте, что это парковочный автомат или торговый автомат. Мы можем подойти, капнуть по ссылке, что-то купить, что-то оплатить и пойти дальше. Информация до автомата добирается с помощью веб-сокетов. Я могу показать короткое видео, как это работает. Вам хорошо видно? Да. Отлично. Оно буквально меньше минуты длится. То есть мы опускаем шторочку, видим, что рядом с нами есть несколько устройств. Выбираем парковочный автомат, переходим на страницу с JavaScript-приложением. Ну и, собственно, все. Мы можем произвести оплату с помощью каких-то, скажем, Android Pay или Apple Pay и еще каких-то других механизмов. Все? Третий вариант, наиболее интересный, это Web Bluetooth. Что такое Web Bluetooth? Представьте, что у нас есть маленькое устройство, которое передает нам URL, то есть передает нам URL, который содержит какую-то ссылку в облаке на JavaScript-библиотеку, которая знает, как с этим маленьким устройством общаться. Мы, посмотрев в эту библиотеку, можем передавать команду управления этому устройству. Звучит несколько странно, но это очень крутая вещь. Это самый другой сценарий на данный момент. И вот черепашка здесь, это не троллингами этого JavaScript-а, это маленькая игрушка из Happy Meal, которая стоит всего несколько долларов, и она может менять цвета. Хотя у нее в самой игрушке нет никакого подключения к интернету. Сейчас. Вот. У нас есть маленькая нишевая игрушка. Опять же, мы опускаем шторочку. видим какой-то вот Turtle. И вуаля, пожалуйста, мы можем издавать звуки, менять цвета, я не знаю, звуки вы слышите или нет, но на самом деле микроконтроллер, который встроен в эту черепашку, оптом стоит просто какие-то копейки. И то, что мы можем общаться с ней, это на самом деле очень круто. То есть нам не обязательно все устройства подключать к интернету, для того, чтобы передавать им простые команды управления. Есть вот такой вот вообще фантастический такой сценарий. Все любят котиков, а если котики летают, это вообще просто улет. Представьте, что у нас есть... Сейчас на него погрузится. Все это благодаря такой штуке, которая называется WebBluetooth. Значит, один из гуглеров демонстрирует хромбук и игрушечного GranPigeta, который привязан к шарикам надутым гелием. Вот. Он как-то полит в комнате. У него есть маленький Bluetooth-контроллер, с помощью которого мы можем управлять моторчиком, который у GranPigeta торчит афута сзади. Вот. Вот это маленький моторчик, у него есть там маленький руль. И сейчас мы попробуем управлять котиком с помощью WebBluetooth. У котика никакого подключения к интернету нет. Все общение происходит через WebBluetooth. То есть он передает ссылку на какую-то библиотеку, которая знает, как общаться с конкретным микроконтроллером. Мы подключаемся к этому микроконтроллеру. И дальше мы можем передавать команды, например, влево-вправо, скорость и так далее. Вот. Сейчас гуглер что-то там покрутит. И в целом вот котик поворачивает. Да, это на самом деле несколько забавно, но для взаимодействия с онными вещами это очень крутая штука. Можно котика приводить в другую сторону, а он там также рассказывает о том, что это что-то очень тяжело управляется. Через что? Вот как-то так. Вся сила на самом деле, она, если так можно сказать, она в Web. Web это уже давно не просто статичные страницы, Web это приложение, и при том у Web есть такая суперсила, как JavaScript, CSS, HTML, мы можем сделать практически все, что угодно в это. То есть прогрессив веб-приложение и все вот эти новые технологии, которые в Web Bluetooth, они позволяют нам через JavaScript, через какую-то страничку общаться напрямую с микроконтроллером. На самом деле это очень круто, и я считаю, что на это надо обязательно обратить внимание, посмотрите, что такое Web Bluetooth, посмотрите, что такое прогрессив веб-приложение, и за этим будущее. Обязательно. Также на Google.io были анонсированы Android Instant Apps. Это не веб-приложение, о котором я рассказывал недавно, это нативные приложения. С помощью Physical Web мы также можем транслировать ссылки на Instant Apps. Instant Apps появится этой осенью, и они будут работать на Android с API 16, то есть они охватят достаточно большой список устройств, операционных систем. И с помощью наших маячков или чего-то еще мы можем передавать ссылки на такие вот Instant Apps. Здесь просто короткие примеры о том, что это может быть парковочный автомат, о котором я говорил. Торговый центр, в котором есть какие-то распродажи, реклама, вы можете зайти в магазин и посмотреть, что-то бонусы какие-то получить. Также мы можем сделать какие-то умные плакаты, умные там, я не знаю, превьюшки, поставить в картину белые маячки, которые будут транслировать URL-ки для того, чтобы доставлять контент людям на разных языках. И так далее, и так далее. Как это выглядит, если у нас несколько разных устройств? Ну, в целом, на самом деле, все выглядит достаточно прилично. Как я говорил, есть какой-то тайтл, иконочка и небольшое описание там на 3-4 строчки. Что для этого нужно? Physical Web Service является компонентом движка Chromium. На базе движка Chromium строится Google Chrome. На данный момент нам нужен Google Chrome и включенный Bluetooth. Но, как вы знаете, многие браузеры являются как бы настройками на Chromium, поэтому, например, это также работает в Opera. Если у вас есть Chrome или Opera, вы можете зайти в настройки, privacy, и там будет, если по-английски Physical Web, и, если по-русски, интернет вокруг нас. Нажимаете ссылочку, включаете, и это будет работать. Если ваш телефон, если у вас включен Bluetooth, и ваш телефон первый раз обнаружил какую-то ссылку, то Chrome вам выдаст какое-то окошечко о том, что рядом доступны какие-то страницы. Хотите ли вы их видеть или нет? То есть первый раз самому не нужно настройка заходить, он вас об этом предупреждает. Я также ожидаю, что это появится и в других браузерах. Например, были issue у Firefox OS, были какие-то попытки реализации, но, к сожалению, Firefox OS загнулся, и когда это реализуют в самом Firefox или Safari, я пока не знаю. И буквально неделю назад, как раз когда мы проводили хакатон, Google выкатила обновления и сломала всем мозги. Теперь это еще и компонент Google Play Services. То есть одновременно поддержка Physical Lab есть в Play Services. Чем это круто? В случае с браузером вам нужно было обязательно включить браузер. То есть если ваш телефон только загрузился, и браузера нет на заднем фоне где-то, то вы не сможете поймать эти ссылки. Вы также не можете поймать ссылки, если у вас не включены локации и прочее. То есть с браузером это работало, но не так гладко, как это бы нам хотелось. То есть если мы смахнули, нам обязательно нужно было выходить из зоны, заходить в зону. Physical Web Services стал ближе к операционной системе. То есть вам вообще ничего делать не надо. Вы заходите в настройки, в Google, и там есть Nearby. Там вы можете включить обнаружение этих страниц. Они работают одновременно. Если вы выключаете Chrome, то работает Play Services. Если вы выключаете Play Services, то работает Chrome. Пока что UI и у этих нотификаций, которые у Google Play Services не очень красивые, надо бы над этим поработать. Что очень важно, это технология, одна из немногих технологий, которая строится на максимальном уважении пользователя. У этой штуки вообще нет никаких нотификаций. К сожалению, у многих маркетологов или рекламщиков никаких нотификаций нет. То есть телефон не будет вибрировать, не будет пищать или что-то подобное. Как вы можете видеть на левом скриншоте, даже в статус баре вы вообще ничего не видите. То есть это low priority notifications. Только когда вы опустите шторку, у вас будет информация о том, что есть какие-то умные устройства рядом. Дальше вы можете развернуть и, соответственно, посмотреть на список тех страниц, тех устройств, которые доступны рядом. На самом деле это очень здорово, потому что эти страницы не могут вас никак отслеживать, пока вы видите вот такое представление, пока вы не перешли сами на какой-то сервис. Маячки или эти страницы ничего о вас не знают. И никаких нотификаций, если вы сами не попросили какую-то страницу через Chrome или через Play Services доставить вам нотификацию, вы не получите. И это, я считаю, очень здорово, потому что, ну, очень много технологий, у которых во главе у вас стоит какая-то коммерческая выгода и вот уважение к пользователю приносится в жертву. Как настаиваются маячки? Ну, об этом, наверное, поговорим чуть попозже. Так. У кого есть какие сервисы по самому... вопросы по самому physical web? Взгляд, проверка звука. Нас слышно? Да, слышно. Привет. Вопрос? Здравствуйте, Андрей, Нижненовер. Вопрос такого характера. Вот этот сервер, который отдает, соответственно, инструкцию управления устройством physical web, что это за сервер? И какое он вообще, ну, отношение имеет к производителю устройства? Или это какое-то... Что это? А можно повторить и помедлить, к сожалению, связь прерывается. То есть, когда мы подключаемся к устройству Bluetooth, вот этот low-energy physical web, он нам отдает ссылку URL. Мы эту ссылку идем на сервер, запрашиваем у него инструкции к этому устройству. У меня вопрос. Что это за сервер? Может ли это быть какой-то локальный, ну, там, частный сервер? Или это какой-то... Нет, это может быть и локальный, и публичный сервер. Про это я расскажу чуть попозже. Возможно, и так, и так. То есть, куда вы загрузите эту страницу, эту библиотеку, туда я буду показывать. То есть, в принципе, обработчик вот этот бэкгэперский может быть свой собственный? Да. Вы можете вообще отпустить свой собственный, вот, как я показывал на слайдах, physical web service, который кетчет данные. Вы можете зайти и запустить свой собственный web service, разместить его во внутренней сети и указать... Пока что это указывается в приложении, которое называется physical web service, там есть custom physical web service. Давайте я, наверное, вам покажу сразу. Так, чтобы... Секунду. Есть у нас репозиторий Google, ну, на GitHub'е Google, physical web. Так. Секунду. Черт, переглянул, простите. И там есть, вот, physical web. Чем здесь? Web service. Physical web. Physical web. Web service. Вот этот web service можно собрать и запустить где-то у себя. И указать на него ссылку, и он будет резолвить там какие-то ваши странички. В общем, в целом, с этим никаких проблем нет. Все эти проекты, все эти технологии, они открыты. Полностью открыты. У них нормальная лицензия. Вы можете брать, экспериментировать, смотреть в комбинции. Я понял вас, спасибо. Пожалуйста. Звен, тут еще был один вопрос. О безопасности. Как можно обезопасить себя при разводстве не своего сервиса? Обезопасить себя от чего? Ну, вероятно, от того, какие данные будут отсылаться через него. Ребята, я, к сожалению, очень плохо слышу, но в целом я могу чуть-чуть додумать за вас вопрос о безопасности. Как можно обезопасить себя от вредоносных ссылок? Да. Кастомных сервисов. Я не слышу. По поводу безопасности, на самом деле, вот этот физикал-веб-сервис, который крутится у угла, он часть ссылок примечает как невалюбные. Поэтому часть этой работы он берет на себя. Вторая часть работы, как и всегда, с безопасностью, она ложится на плечи пользоваться. То есть вы должны понимать, за что вы платите, скажем, в интернете. Есть, к сожалению, люди, которые с этим не справляются, но тут просто я не могу сказать, что какой-то сервис в безопасности на 100%. Есть человек, который говорит, что что-то безопасно на 100%, и, скорее всего, он ему что-то продает. Иначе просто быть не может. Поэтому часть ответственности берет на себя физикал-веб-сервис, отгибая совсем левые ссылки, а вторая половина, как всегда, в интернете. На самом деле, тут такой же кейс, как вы сидите в браузере, вы переходите по ссылке, вы не кидаете на первой попавшейся странице. То же самое и здесь. Здесь просто вот этот экспириенс повзаимодействовал как в браузере, когда вокруг нас есть куча ссылок, и мы по ним просто тапаем, переходим. То же самое, только это в физическом мире, а не на мониторе нашего компьютера. Спасибо. У нас есть еще у кого-нибудь вопросы? Если вопросов нет, я могу рассказать про маячки, про стандарты, и как это все работает с технической стороны. У нас, кажется, вопросов больше нет. А, Зля, только у нас еще 10 минут у тебя есть. Смиришь 10 минут рассказать про маячки? 10 минут, да, я очень быстро. Окей. Значит, как вы уже могли догадаться, все это работает благодаря таким маленьким устройствам, которые называются биками, или, говоря по-русски, маячки. Маячок — это такое маленькое примитивное устройство, у которого, на самом деле, большую часть занимает батарейка. Оно умеет только транслировать сигнал. То есть оно бродкастит, там, следить за нами это устройство никак не может, и так далее. Здесь вот приведем пример какого-то там маячка от Эстима. Все это работает благодаря Bluetooth Low Energy, Bluetooth версии 4.0, 4.1 и так далее. Совсем скоро этой осенью у нас ожидается новая версия Bluetooth, Bluetooth 5.0, которая значительно расширит пакеты. Мы сможем засовывать в этот протокол Data Unit, то есть пакеты больше данных, и тем самым обойдем те ограничения, которые есть у нас сейчас. Маячки. Маячки могут быть самые разные по размеру, это могут быть маленькие чипы, я потом еще их покажу, чтобы вы понимали размеры. Они бывают огромные, постоянно пытаются, ну, то есть от сети, от батарейок и так далее. Очень часто, когда люди говорят о маячках или о биконах, особенно, если употребляется слово бикон, многие путают маячок как физическое устройство со стандартом от компании Apple, который называется iBeacon. Для многих это стало синонимом, но это не совсем так. iBeacon появился в 2013 году, и это лишь представление данных, которое как-то предоставляет нам данные. Здесь мы видим вот такой вот фрейм iBeacon, у него есть, значит, какой-то префикс, потом идет UID, менеджер и майнер. В целом это три вида айдишников, то есть вы можете указывать на группу маячков, скажем, здание, этаж, комната или еще как-то. Итак, это iBeacon. Все вот эти 31 байк кладутся в стандартный Bluetooth протокол DataUnit. После того, как появился стандарт iBeacon, компании Radius Network был представлен в свободный формат. То есть спецификации открыты у всех, но повлиять на стандарт iBeacon вы никак не можете, потому что он принадлежит компании Apple. Появился Alt-Beacon, который является открытой реализацией, то есть в целом у него то же самое. У него есть 20 байт Beacon ID, в который вы точно так же можете засунуть 16 байт, плюс 2 байта, плюс 2 байта. То есть в целом это просто какая-то свободная реализация. В чем недостатки у этих двух форматов? Когда они вышли, говорили, что это будет какая-то революция в области мобильного маркетинга, интернета вещей и так далее, и так далее. Но минусом является то, что они умеют расстреливать только один вид пакетов. И, как правило, это идищники. Айдишники, к сожалению, не мы, не телефоны понять не могут. Для того, чтобы понимать айдишник, всегда нужно ставить сторонние приложения. Как только мы установили сторонние приложения, автор приложения может трекить нас, то есть он может знать, где мы находимся, с какими мячками взаимодействуем, и нотифицировать. То есть представьте, что вот есть торговый центр, есть приложение от разных магазинов, и каждый из них хочет пропушить фан-нотификацию о том, что у него есть скидка. Это ужасно. Даже если ставить это не для каждого магазина, кафе или банка, а поставить для торгового центра или там, для чего-то еще, то в целом, опять же, вам нужно ставить кучу приложений, они назориты, и они востребуют. По безопасности было очень легко, почему это не выстрелило в области мобильного маркетинга так, как прогнозировали. Мы можем просто взять и клонировать мячок, то есть мы ловим те айдишники, которые он передает, и просто дублируем. То есть достаточно легко это сделать, тем самым мы можем скомпрометировать какую-то акцию, сервис или еще что-то. И это была, как бы, такая основная причина, почему эти маячки, вот эти причины, не дали им такого бурного развития, которое они прогнозировали. В 2015 году компанией Google был представлен формат Edistone, это полностью открытый формат данных для Bluetooth Low Energy маячков. Этот формат не принадлежит компании Google, как и Physical Web Service. Это открытые проекты, которые поддерживаются Google. Он вырос из другого проекта, который назывался UVA-витом, но сейчас на этот времени так не будет. Здесь мы видим стандартный кадр, в целом у него там есть те же 20 байт полезной нагрузки, трефиксы и так далее, но в чем его преимущество? Он изначально создавался с тем расчетом, чтобы устранить недостатки, которые были в других форматах. Первый вид пакета, который у него есть, это UID, то есть это опять же те же айдишники. В целом, кому-то это нужно, в кейсах очень много, хорошо. Второй пакет, это основа Physical Web Edistone URL. Пакет ограничен длиной 18 байтами, то есть все URL-ки должны быть не длине 18 байт. Это очень легко решается с помощью сокращалки ссылок Google, B2, Time, CC и так далее. Вот этот Edistone URL позволил нам создать такие технологии, как Physical Web. Третий вид пакета, это телеметрия. Мы можем получать телеметрию от маячка, то есть это напряжение батареи, температура, количество пакетов от правильного времени, сначала работы и так далее. Потому что представьте, что у вас 10 тысяч маячков, и все их надо мониторить. Без пакет телеметрии это несколько сложно. Пакет, который был представлен в апреле этого года, Edistone EID, он называется Ephemeral Identity Flyer, то есть эфемерный идентификатор. Вот этот пакет решает проблему безопасности, которая существует. Это 8-битный случайный, 8-битный идентификатор, который меняется всем по случайным образом. То есть ID-шник меняется постоянно. Только приложение, у которого есть правильный ключ, знает, как этот пакет меняется. То есть такие маячки с такими пакетами уже склонировать невозможно. Также, чтобы этот маячок нельзя было отследить по другим признакам, например, по телеметрии, по количеству отправленных сообщений. Есть пятый пакет, это зашифрованная телеметрия. То есть на данный момент в экосистеме Edistone есть 5 видов пакетов. В целом они покрывают все возможные кейсы на данный момент. Здесь есть примеры того, как могут использоваться эти эфемерные идентификаторы. То есть, например, Samsonite встраивает их в свои сумки. Вы устанавливаете приложение и можете следить за своей сумкой, объявлять ее пропавшей. Если вы далеко отойдете, вам скажут, что Эй, вернись, ты забыл у меня и так далее, и так далее. Но никто другой не сможет эту сумку привязать к себе и вас отслеживать, потому что панишник постоянно меняется. Сети, которые выставляют специальный контент, например, вы пришли на стадион на определенный сектор и получили какой-то фриз, какую-то скидку. Для них это используется у Барселоны, в Гарбонге, в каком-то магазине и так далее. То есть применение этого действительно есть. Также был представлен GAT-сервис. Для того, чтобы сконфигурировать маячки, нам каждый раз нужно было от каждого производителя ставить приложение. GAT-сервис позволяет конфигурировать маячки через веб-страницу. Нам вообще больше не нужны приложения. Как я и говорил, с Bluetooth-ом маячок транслирует ссылку на страницу с приложением, который знает, как его сконфигурировать. Мы переходим туда и стандартным образом конфигурируем. У него иставляют характеристики, например, количество пакетов, какой пакет, ключи и так далее, и так далее. В целом все. Это так, если очень быстро. Я надеюсь, уложился 10 минут. Отлично. Сейчас вам минуту на вопросы есть. По поводу маячков я вам покажу. Есть вот такие совсем маленькие. Есть вот такие побольше. Есть очень крутые маячки. Они пока в тестовой версии. У них есть 4 контакта GPIO. То есть вы можете к ним что-то подключить. Какое-то устройство. Это производитель называется Beaconify. То есть вы можете какие-то там простые глупые устройства сделать умными. Самые маленькие маячки, они вот такого размера. Это просто штучка. Вот большую часть занимает USB-разъем. Вот. То есть сам маячок вот он такого кроссового размера. У меня есть даже футболка, в которую вшит маячок, с помощью которой я транслирую твиттер. Вещи действительно становятся умнее, меньше и так далее. У меня только такая есть. А ты не в ней случайно? Нет. Я с этим не раздаю. Еще маленькое дополнение. Как вы можете совсем с этим поиграться и не тратить деньги на маячки? Вы можете поставить приложение Beacon Toy. На половине телефонов оно работает сразу и без рута, и без прочего шаманства. И также вы можете запустить Edistone Note Beacon, Edistone Эмулятор, как-то так эта штука называется. Если вы наберете Edistone Эмулятор, она выскакивает в первом угле. Это простое NodeJS-приложение. Там все, что вам нужно менять, это просто две-три строчки в том виде пакетов, которые вы хотите рассылать. И большинство ноутбуков с 2011-2012 года поддерживают Windows 104 ноты. Поэтому даже без маячков вы можете транслировать какие-то ссылки. Я, например, транслировал ссылку на свои слайды, когда выступал. Достаточно прикольно. Ну или в целом просто поиграть, попробовать. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Вопросы? Подскажите, вот вы говорите, есть уже этот маячок с GPIO, с переключающим контактом фактически. Какое-то более человеческое устройство можно построить на этих штуках, чтобы был какой-то сенсор и можно было подцепить? Ну, маячок имеется в виду. Устройство физиковой фактически. Ну, более-менее как бы осознанный какой-то кейс решить. Таким образом. Осознанный кейс? То можно подключить к маячку? Или что может? Ну, не к маячку, а именно вот использовать устройство физикл веб. Какие можно реализовать взаимодействие с устройством, кроме как передачу ему там направо-налево поворачивать, этой кошкой, которая за ней что-то торчит. А можно, например, ну, пусть не ее глазами посмотреть, я понимаю, что Bluetooth не передаст видео, но можно, например, там, не знаю, звук записать? Ну, к примеру. Что можно было после видео? Звук записать, например. Что? Звук записать. Нет, наверное, можно извратиться это и сделать, но в целом это нет нужды. Тут технология немного не для этого. Это своего рода такие QR-коды или NFC очень похожи. Иногда QR-коды лучше, иногда NFC лучше. Но представьте, что, например, в автобусе в час пик, чтобы с помощью NFC передать ссылку на маршрут движения автобуса, вы должны весь его залепить, NFC или QR-коды. И это будет несколько неудобно. А Bluetooth-маячок вы покупаете один, ставите, и он на весь автобус светит. Из реального мира, вот, мы были с Сашей на Google I.O. Там транслировалось приложение со списком всех сессий. Вы могли вообще не устанавливая себе приложение, накидать сессии. Хром вас статифицировал о том, что скоро подходит сессия в таком-то зале. Также он приблизительно знал, где ты находишься, исходя из этих маячков. В самих залах всегда транслировались ссылки на... Забыл, как раз, чат, который групповой. Хэнд-аутс на Google Groups и Google, что-то такое. То есть чатик, в котором можно обсудить презентацию и ссылки спикеров. То есть это вот транслировалось там. Плюс там ходила куча народа, которые транслировали свои твиттеры, какие-то проекты, например, Мозилла транслировала ссылку на какой-то там проект. А на выставке, которая была IoT до этого, практически там каждый третий стенд транслировал ссылочку на свой проект, свою какую-то там визиточку и так далее. То есть в целом, ну, пример взаимодействия есть. В Лондоне это работает. В Лондоне больше, чем 200 автобусов, которые курсируют по центру, в них внутри стоят лечки, можно посмотреть расписание автобусов. А в самом автобусе реально как бы рубрит маршрут, и он тебя конфеттифицирует, если ты его попросишь, о том, что пора уходить. Я понял, спасибо. Класс. Спасибо. Я очень плохо слышал вопрос, если что-то не ответил, ты можешь продублируешь. Нет, все нормально. Все работает. К чему можно подключить на самом деле? Подключить можно, ну, так же, как и там, в кардуинке можно подцепить маленькие какие-то датчики или управление каким-то даже большим устройством с помощью GPIO можно сделать. Тут можно понимать, когда это можно использовать, когда нельзя использовать. То есть, ну, для передачи видео и звука это, в целом, просто неценно-сообразно, мне кажется. Звядь, спасибо. Мы выложим твою презентацию, там будут твои контакты, если что, тебе можно задавать вопросы по посте, да? Да, конечно, я всегда вообще рад ответить на вопросы. Пишите, звоните. У Саши все контакты есть. Я думаю, что обязательно приедем в Нижний Новгород, и увижу с вами вживую. Да, мы будем делать хот-лапс по IT, обязательно тебя позовем. Еще раз всем спасибо, удачи. Пока.